Один день из жизни Лёли. Хочешь зритель посмотреть? Здравствуй, зритель дорогой! Что-то мне сегодня приспичило внезапно записать, как я провела свой день. Когда-то меня давно просили, может, ещё год назад, может, ещё два назад. Я совершенно что-то как-то не записывала, как-то не шло у меня это, а тут клюнуло вдохновение в одно мягкое место. И что-то как бы надо бы пересмотреть хотя бы тот свой единственный ролик, как прошёл мой день, но я была на улице, когда меня это клюнуло в одно место. И до дома как-то было ещё идти. А я собирала в другое место, и вообще, как вы можете, конечно, негодовать в каментах, что я что-то делаю и так. Но уж как вышло. И вообще, вам пора бы привыкнуть, что у меня тут всё какое-то сумбурное. В общем, проснулась я сегодня в 3.42. Полежала, полежала, потянулась, потянулась, поняла, что спать-то как-то неохота. А у меня там грибы были недоделанные, которые я вчера разбирала, на посолить. И, в общем, пошла я, значит, в 4 утра умываться, зубки чистить. Почистила я зубки, попёрся на кухню, промыла я варёные грибочки, которые к тому времени уже остыли, а я легла где-то без 20.11. Как вообще-то кровати напалла, бух, и отрубилась. Ну и, грубо говоря, значит, промыла я эти грибочки. 4 часа, получается, продрых. Или 5. Хз. Ну и сосчитайте, сколько я продрых. В общем, промыла я эти грибочки, закинула их в баночку, затрамбовала, думала, на пол-литра будет много, но они у меня утрамбовались. Чесночка туда почистила и зафигачила. Сольки где-то, чайную ложечку сыпанула, прикрыла крышечкой и в холодильник убрала. Надо было бы погуглить в Яндекс, куда их сначала одевать, после того, как солью засыпала в холодильник или нет. Но что-то я как-то ложанулась и захиначила их в холодильник. Потом решила, что надо бы как-то смонтировать хотя бы один из трёх видосов, которые на сегодня запланировала смонтировать, и в итоге пошла в монтаж. Но что-то у меня в Мавави глючилось за 35-минутного в 4 файла ролика. Я чисто подставила, значит, честно, я не смотрела до того, как я... Ну, в смысле, не полностью смотрела, частично глядела. В монтаже я, грубо говоря, не смотрела. Что у меня там вышло, значит, я сначала думала, что-то там срезать. А он у меня что-то так завис, стал глючить, голос там прыгал, и в итоге я плюнула, думаю, сейчас я файлами посмотрю, видеофайлами, что там у меня. Надо ли чё особо срезать или нет, смотрю, вроде ничего такого особо нету. Там где-то в середине ролика даже говорится, ну, это ж верно будет монтироваться. В итоге я из монтажа даже предупредительную зарисовку текстовую в инфобоксе дала, что из монтажа тут только начало-конец заставки и стикеры. Ну, и чё-то посмотрела один ролик, так вообще частично смотрела, ибо на кухне в основном грибы ваяла, подходила, ещё грибы на сушку другие поставила в сушилку, что-то там делала, думаю, так, это, 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 смотрю так. В итоге поняла, что надо бы как-то засесть всё-таки, склепать, склеить и настроить в мавави, и поняла, что надо бы вроде как-то поесть. А в холодильнике у меня, кажется, картошина варёная, померла, я про неё забыла, без очисток, которая, а другая вроде ещё живая. Ещё что-то у меня вроде там опять померло, и пришлось это выкинуть. И в итоге я нашла горошек зелёный, который как бы ещё чуть-чуть, если не съем, то помрёт, и решила его на сковородке разогреть. Немножко пооела, и понимаю, что есть-то вроде как-то и не хочу, и не знаю, хотелось ли на самом деле. Свояла я себе этот монтаж, смотрю, уже 7 часов меня начинают вырубать. Поставила на монтаж, то бишь как бы на склеить, как это называется в мавави, конвертнуть в видеофайл. В общем, видеофайл, а там, где есть функция, или просто видеофайл, или конвертнуть и на ютуб залить. Сначала конвертируется, сохраняется на диск, а потом на ютуб заливается. Ну и в общем, легла около где-то пол восьмого, значит. Такая лежу-лежу, полусплю-полудремлю, кота пытаюсь к себе приволочь, он по ногам шарахается, даже вроде как не особо буйный. И вроде только засыпать так, бульк. И я понимаю, что-то мне мавави говорит, я загрузилась на ютуб, я без очков прискакала к ноутбуку. Открыла этот браузер Яндекса на ноутбуке. И зашла в этот самый, ну вообще-то можно нажать как бы на окей, ибо выходит такая менюшка, и с галочкой уже автоматом, стоящей галочкой по умолчанию, я эту галочку обычно снимаю. И окей нажимаю, типа, всё-всю, я согласен с вами. А галочка как бы, если окей и галочка стоит, то сразу открывается страничка с видео, которая загрузилась. Ну, я как бы зашла в браузер, ткнулась на ютуб, этот менеджер видео, сменила там какие-то настройки, подредактировала, которые через мавави как бы не всё сделаешь, и отрубилась. И врубилась я уже в итоге. Причём, когда я уже зашла, там смотрю, там какие-то уведомления о камен, так думаю, не буду читать, даже какой-то вроде камен был под этим роликом. В 11.42 где-то, так что-то у меня сегодня день с 42-х минут. Проснулась, понимаю, что надо бы как-то вставать. А вчера мы с тётей толкали машину в гору, потому что у нас приехал родственник встречать с утрешнего автобуса, но машина не совсем та, на которую она обычно приезжает. В итоге мы пешкодралом пошли. Но то, что мы её толкали в гору, как-то вот незаметно было. Только на следующее утро, скажем так, мне всё болело. И я, знаешь, что-то, как бы не особо вроде и тяжело было. Сделала зарядку через силу, поняла, что у меня вообще всё болит. Будто я там марафон какой-то пробежала, причём всеми частями тела бежала. Махала руками, ногами, спиной и тому подобное. И поперлась я в душик. Поперлась я в душик, думаю, надо ведь чё-то поесть им. Ибо я как бы собралась вообще брючки покупать, у меня кто-то до исти до хрена этих пунктов, аж пять. Не знаю, выполню ли я сегодня их все. Тайп-то точно, наверное, не осилю. Ну и чё-то это, я как бы не собиралась ничего такое делать-то. Позависала немножко в контактике, сменилась я рабочий стол. Случайно так. Дёрнула меня послушать определённую музыку. Подумала, что надо, наверное, уже давно подмывать, написать сообщение автору, написать, типа, как обычно мне пишут спасибо за творчество, а тут так вежливо на вы. И в надежде, что... Ну как не то, чтобы в надежде, думала, что меня не помнят. Ибо 11 лет прошло, когда последний раз, наверное, общались, не считая, ну как бы не пойман не ворот, этих фейхов в Тифаретнике или ещё типа того. Ну и я, короче, написала на вы. Спасибо за ваше творчество, на определённую часть моего творчества. Оно наложило определённый отпечаток. Но... Меня, конечно, проигнорили. Ну да, может быть и хорошо, потому что я думала, вдруг там мне это как-то негодует ответит, или наоборот решат, что надо со мной общаться. А я просто вот как бы хотела высказать спасибо. Давно подмывала, вот тут подмыла и высказала. Точнее, давно идеи такие были, что как-то даже человек иногда снился. Или творчество человеческое снилось. И думаю, ладно, хрен с ним. В общем, что-то я вот поела на завтрак. Сейчас бы вспомнить, что ж я ела там. Что-то ведь у меня там было. А, пельмени я сварила. Я, кстати, покупала. Моя тётя говорит, ну я что-то езжалась, говорю, забыла поесть и не поняла, что я есть хочу. Она говорит, у тебя есть пельмени в морозилке? Я говорю, нету. Зачем? Она говорит, ну вот как это вот, забыла поесть, а тут за 7 минут сварилась вдруг. Так быстро. И я решила в итоге купить в Магните на развес на пробу несколько штук пельменей. Ну, в смысле, несколько там грамм. Что-то 100 или 109, 100 или 119 килограмм стоят рублей, в смысле килограмм. И внезапно они такие вкусные, вкуснее, чем в Атаке, чем вот эти в пакетиках, какие-нибудь там супер дорогие, супер крутые по составу. Вкуснее, чем эти Ермолинские, практически как домашние пельмени. Миниатюрные такие пельмешки. Короче, захомячила этих пельмешек. И решила, что надо уже пилить, как бы, на площадку. Сначала думала, что доеду до магазина. Потом думаю, фиг знает, как там погода. То есть всё попёрла я на площадку, но площадки никого не было. И там я словила такое дикое негодую, после чего я включила камеру. А я с собой как-то думаю, ну, погуляй там по набережной. Меня вдохновил как раз мой товарищ по сканлейту своим осенним видом природы японской. И думаю, надо погулять там по набережной. Может, что-нибудь на камеру сниму. Как раз ещё, когда в деревне была там всё такое, я кроме телефона с собой ничего не брала. А куда ходила, даже телефон не брала. Ну и в смысле, где вот было всё такое красивое. И в итоге я что-то так расчехлила камеру. Ну, думаю, сейчас возьму камеру, пойду, значит, на площадку, потом до магазина, там прогулять по набережной. Увидела я дикая негодую. Расчехлила камеру. И вот после этого будет ролик с того, что я с камеры давала. У которых руки растут из одного места. Точнее, отсутствие мозга. Вот здесь когда-то была табличка. И говорила, что она делает, этот тренажёр. Здесь табличка ещё жива. Ей повезло. Где была табличка? Вон на той фигне, которая мне очень нравится, без понятия. И если она ещё. Здесь табличка осталась. Здесь кому-то религия разрешила её отсобачить. Здесь та же ситуация. Как бы поставили для того, чтобы заниматься. Но, видимо, многие люди считают, или часть людей, что заниматься не обязательно. Здесь она ещё есть. Здесь тоже лучше отсобачить, чем позаниматься. По-моему, у таких детей, или людей, или кто это вообще делает. Я не знаю. Надо на необитаемый остров отправлять. Чтобы они свои знания и умения отсобачивать там оттачивали. Да, видимо, тут тоже отсобачивать. Отодрали. А вообще, очень хорошее место. Спасибо тем, кто решил это и будет здесь построить. Хорошо. Что-то материал. Кресо-то уличам. Что-то уличам. Продолжение следует... 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 пакетик потом покажу что в пакетике я короче говоря заходила в основном я хотела купить вот этот горчичный порошок потому что во первых тупо он там дешевле эти же яйца ведь сверху тут 200 грамм он что-то как стоил где-то 18 19 20 так и остался вроде 19 с копейками ну грубо говоря 20 рублей 20 200 грамм я из деревни привезла вчера залу прям горячую из печки доставала осталось там и просеять и однажды как нибудь ну сделаю я уже так мутила отваривала залу а потом то что творилось получилось а не делала уже мыло именно сочетала с горчичным порошком не как-то случайно так эксперимент родился и в итоге она очень хорошо отмывает ведет себя как допустим пима люкс какой-нибудь фыри или типа того в общем хорошо отмывает посуду и не только посуду если у какие-то звуки то это у меня код в коридоре кушают они теперь коридоре низкой бы он поварился есть корм в коридоре в итоге туда ему все миски переволок лав в общем купила вот это вот у меня что-то все это 54 с копейками вышло и меня была бумажка о том что я букашка снова мне выдали чек уже сами выдали но вместе с чеком эту бумажку для заполнения в этот раз я внятно написала уже этот свой номер пион пилот этой до этого писала внятно и email правда там номер чек окажется на чеке 2 номера чека я в скобочках написала и тот чек который чек и типа товарный чек какой правильно у них чек на самом деле и вот в этой бумажке 4 по 10 акции такие вот было написано что шоколадки вот эти вот альпенгольд в общем скидка типа 42 от 42 процентов аж ну макс допустим фан совершенно не по скидке потому что по этой цене он идет магнит без скидки или допустим той же пятерки там 120 с чем-то или 100 за 100 с чем-то короче как он обычно где-то можно иногда и по 70 по 80 урвать скажем так чем вот это вот у нас с 4 по 10 скидки я решила туда если я думаю куплю себе одежду зайду туда куплю шоколадку потом думал нафига мне покупать шоколадку учитывая что я тут был как сокол вообще у родственников денег долг взяла до определенного момента и вот ну как-то взяла если люди могут дать долг и это в принципе я обычно я взяла и в общем решила что как бы не тот случай когда раньше берешь долг только вот конкретно что-то надо ахим это тот случай когда вот захотелось что-то если есть у кого-то почему бы нет в общем тут у нас скидки с 11 по 17 октября и вот скидки уже с 18 по 24 октября я не знаю насколько вам видно вот приближу свечу на полу поставите но я зашла купить шоколадку что-то там или все уже раскупилась или тупо выбора не было я вообще нашла вот пока вот такие вот они по моему такую шоколадку света которая в прилуках обитает и даже один раз прошлом стриме у меня было просто кажется воскресенье ну в общем на флудилке она тоже есть она мне привозила к чаю помимо прочего такую шоколадку когда пусть приезжал когда где мне было у чем она мне понравилось я решила ну смотрю на помощь коту на ее купить тому же я тупо слаза альпенгольдом но там в принципе еще что то есть по скидкам то что не указано вот здесь допустим но я как-то именно этот год хотела и в принципе то что было вот она мне понравится на 35 рублей стоило ну вот все вместе у меня получилось 54 с копейками после чего я зашла как раз за этими финиками напротив но я не была уверена что именно такие будут там именно такой коробочки не было но из всего что было я что-то хотелось мне фиников итоге я вот так и взяла ну и что-то ведь еще хотела на у меня красный кошелек лежит как лёля проводит свой день тут у кота подушечка наволочка которую все хотела выкинуть что на вся изодрана эту ценник это вот габиринчик такой наволочка было но он у меня ее заныкал думает заныкал то вот тебе сидушка . ивановского заныкал вот у нас котик тиша у меня тут сушилка на ней были брючки в которой вот деревне и вчера уляпала но еще до деревни немножко постирала они высохли что еще там вам показать может быть но хлеб уже видели чем пойду я теперь кушать надо переодеться и вот залипла у компа тут мне вафлудилку он ничего уже не пишут кот писал у меня минус 41 подписчик но я считаю что нормально потому что по аналитике ютуба в приложении на телефоне творческая вот эта студия там у меня одно время было где-то года полтора наверное что с подпиской меня как бы смотрят меньше чем без подписки то бишь как бы намек на то что некоторые подписались а для галочки допустим чего-нибудь пинка висят но не смотрят и поэтому как бы таких людей которые для галочки подписали 50 не смотрят нам как бы не надо я очень рада что они от меня отписались а чтобы не висеть для галочки ибо вот чисто по аналитике даже подписки сколько подписалась отписывались именно старенькие хоть там не всегда видно кто и что допустим и не конкретно показывается, как вот даже в каком-то стриме мне писали в комментах, но в чатике, точнее, не в комментах. Суть такая, что вот именно те, кто подписался, допустим, неделю назад, день назад или два дня назад, они висят. Или месяц назад. А отписывались именно вот минус вот этот 41. В прошлый месяц тоже что-то было. Но все. От меня где-то порядка 200 человек отписалось. Я думаю, это по просьбе тогда подписывались по рекламе одной нашей ярославской подружки. Кстати, вот внезапно вчера я в Яре в Яре, в смысле, вот из деревни ехала и повстречала свою другую бывшую подружку, с которой как-то мы так, она на меня среагировала, будто мы с ней сто лет знакомы. Ну, в смысле, и так, мы давно знакомы, будто мы с ней даже не ругались и два года не общались. Не было такого. И как-то вот мы с ней сошлись к тому, что почему бы не возобновить общение. Ну, уж не знаю, что из этого будет. Но человек, как бы, я так поняла, сожалела о том, что случилось. Я к тому, что, допустим, если бы девочка из Ярика передо мной извинилась, я бы, может быть, ее даже зафрендила. Правда, не знаю, о чем с ней общаться, но это к тому, что всегда людям надо давать, как бы, второй шанс. Не второй, но шанс. Вот у меня тут такая зелененькая заставочка сегодня появилась. В общем, теперь я пошел. Да, я сейчас от зеркала даже покажусь. Вот, лежа с камерой. Вот видно там, наверное, мою кофточку. А руку с часиками я сегодня одела часики. В общем, пойду я теперь кушать. Кстати, хотела вам показать насекомых, как они меня усиленно обсуждают, но у них, к сожалению, форум временно выключен. То бишь, он у них тоже уходит на обед. Так что пойду-ка я переоденусь и пойду на свой поздний обед уже без 4 минут 6. А мне ведь еще два видоса отмонтировать. И немножко японским заняться. Если поведет, даже в тайпу спеть. Да, и еще записать кусок начального видео, которое будет в начале ролика про как я провел сегодняшний день. Типа того, что я сейчас снимаю. День варенья. Чей-то праздник, я думаю. Вот такая вот, кстати, спасибо Владу, который, наверное, меня уже не смотрит за вот эти замечательные конвертики. Целый набор. Кажется, в первой посылке он мне это послал. Год с лишним уже назад. Что там пакетики? В Китае купленные. Вот этот конвертик, в него кладут монетку и дарят, допустим, человеку. У меня скоро предстоит чье-то чужое день рождения. Не будем говорить чье. Много знаете, плохо спите. И сюда я положу монетку. Потому что я думаю, на такой день рождения, ну, допустим, вот это, такое нейтральное, на какой-нибудь праздник. или просто вот, ну, хотите человеку сделать подарок, да, просто вот такое. Вот это, это все-таки, ну, какой-то тоже, там, у стимуляции на 50, на 60. Это может быть скорее даже какой-нибудь женщине. Вот это уже, как бы, мои. Хотя можно тоже ловить. Ну, в смысле, вот, один, два из таких, два я вот там думаю, один оставить. Вот это, в общем, такой, очень даже, как бы, кто не сказал, девчачий, но это не девчачий. В смысле, я думаю, это универсальный, и это день рождения не у девочки. Как-то так. В общем, вот, решила показать. Ну, как бы, тоже частично, как я провожу свой день, я уже переоделась, там, мне уже халатик, мой тепленький, мяпенький, который мне тетя сказала, увидев, типа, говорит, о, не устряпывай, не удрябывай. Я уже, по-моему, пару раз его стирала. Хотела заснять кота, как он у меня залез в шкаф, я только открыла дверь, положить туда вещи, он прыг, в тот отдел, где у меня полотенца лежат всякие, кухонные вообще. Пошла за камерой, достаю камеру, а он так, пшик, и удрал. Не успел даже еще включить ее. То ли печально, то ли, как-то так, хулиганит, короче, кот. Вот, оказываться, можно не стоя телефон держа у камеры, подключать телефон к камере, а прямо вот отсюда. Вот сейчас я обозрю те штанишки, которые я купила. Вообще, я ехала тупо за брючками какими-нибудь с начосом тепленькие, которые видела в магазине смешные цены, которые до сих пор еще распродаются и все еще живой. Уж 10 месяцев как распродается, значит, якобы в связи с чем-то там закрытием какой-то базы, но в интернете я глянула, ничего там не закрывается. Видимо, они действительно делают какую-то такую заманиловку. По-другому написать как-то не судьба. Или думают, что если по-другому напишут, то никто к ним не придет в эти смешные цены. Хотя на чеке, вот, когда карта расплачиваешься, то на телефон идет сообщение, что для семьи или все для семьи, как-то так. В общем, напомню, меня пропустила негодуя на площадке, в этот кусочек уже видели. Меня потом поперло поехать, ехала на четверке, короче, меня поперло сначала одежку купить, потом в Ашан я зашла, который Атакам уже не является, чуть было не сказала, Атак я зашла, который Ашаном теперь стал. В принципе, суть одна. Потом я зашла в этом Ашане внутри магазина за финиками, потом меня поперло на набережную этот кусочек, вы тоже уже видели там несколько кусочков даже и уток в том числе. Потом я замерзла вдрызг и поперлась не в центр, как я хотела изначально, ветер сильный был, как-то лапками держать камеру холодно. Вообще, я заметила, что эта камера, вот эти все камеры, они на правую руку видимо рассчитаны. Ремешок-то с этой стороны не стоит, с этой стороны наверное только с себя снимать, как селфя такая. Ну, я, короче, в итоге вышла там у налоговой, приперлась и села там на какой-то на двойку. Я забываю все время, что у нас на пеканку. На любом можно доехать было, а в цве точно это не на каждом. Ну, и приехала домой, точнее, как бы приехала в свой район, теперешний свой район. Поперлась за половинкой хлебушка, увидела, что пироженки привезли, на такие печенки с творогом, которые я до этого как-то уже покупала. Сначала хотела четыре купить, в итоге купила шесть. Встретила знакомых, полуродственников, и, значит, у меня звонит телефон, я думала, о, ну вслух такие мысли, наверное, моя родня. Ну, типа, а я тетя звонит, типа, кто мне еще может звонить? А как-то мне звонили спамеры телефонные. Звонили, значит, потом домой пришла, номер, смотрю, такой на мегафоновский, значит, не на билань, какой-то такой загадочный номер. Потом еще, значит, позвонили другого номера, я беру, алло, а там молчат. А потом позвонили уже еще с одного номера, такая же фигня была, тупо сбросили даже на мое, алло, даже не промолчали, отрубились. А потом позвонили с номера, которого с первого звонили. Значит, беру там, алло, здравствуйте, такая по голосу как бы бабулька, ну уж не знаю как, ну в смысле не мужик. И типа, та-та-та-та-та-та-та, мы там какая-то углическая больница, которая у вас внезапно решила открыться 2 ноября. Не хотите сходить? Ну, типа, вы же из Углича, я так охреневаю, я говорю, слушайте, я говорю, нет, я не в Угличе, я в пригороде, кто-то, вот, ну, некоторые считают, что это пригород. А одни мои друзья, которые ко мне как-то в гости ехали, сказали, что у них была мысля, будто они едут вообще в другой город. Я сказала, мне даже слюна прессуну, будут, наверное, вопли какие-нибудь в камен, так как я посмела сказать со слюной, пресснув слюной от ржача. Ну и, в общем, он мне, типа, я говорю, где номер мы взяли? Они говорят, ну вы же, наверное, в командировке, вы же живете в Угличе. Я так напряглась. Я говорю, а где вы мой номер взяли? Они говорят, нигде нам компьютер выдал, мы просто хотели вас пригласить, только, знаете, вы нам скажите свой возраст. Нам надо с 35 по 85. Я говорю, знаете, мне говорят, Ой, какая жалость, тогда мы вас на следующий год пригласим. Я думаю, всю жизнь мечтала, но я добавила все три номера в черный список. Благо, телефон в этом плане список у нас резиновый, наверное. в этом телефоне. Причем, любой номер можно забавить в черный список. Я темно. А сейчас даже за 7-7, может даже 8, у меня вот часы отсюда я не вижу. Ну, где-то пол восьмого или 7-35, как-то так. Забыла сказать, что с утра я еще посуду помыла горку. У меня вчера, так как я разбирала часа 4 грибы, уже руки были вот, ну, еще с водой соприкасались, ибо их я и разбирала, еще часть их мыла, практически все мыла. Одни на сушку, одни на морозку, одни на пожарку чуть-чуть. Кто в Инстаграм подписан, может эту фотку увидеть. А кто в Инстаграм не подписан, но мониторит мою страничку ВКонтакте или даже подписанный, возможно, зафренжет под хорошую руку, попавшись, то там у меня с Инстаграма интеграция идет ВКонтакте. Фотку можете увидеть. Ну, в смысле, эта фотка попала ВКонтакте, если вы не знаете слово интеграция. И будете кидаться у меня тапками, не забудьте, что вы кидаетесь в свой монитор или в телефон, или с чего вы там меня смотрите. Что сделайте больно только себе, хуже. за счет того, что я тут ругаюсь какими-то непонятными словами. Ну, и у меня руки вообще были не какие. В итоге я решила, что посуду я помыла уже, если проснусь, то среди ночи, когда проснусь, или уже утром. Утром как раз среди ночи проснувшись и рано утром. Почти в 4 утра, ну, где-то около полпятого помыла эту посуду. Ну, и что, вот, хотела вроде как не говорить там что-то такое. Ну, то, что в начале самом ролика было, уже было. Меня в итоге проигнорили, а, кажется, меня помнят. Вот вы думаете, что если вас человек не помнит, 11 лет прошло, и перестали бы общаться по инициативе этого, допустим, человека, но периодически с вами пытались общаться, как-то очень странно, то, кажется, вас помнят. Может быть, не удивлюсь, если под этот ролик или в каком-нибудь тефоретнике, в смысле в тефоретнике, или еще где-нибудь, что-нибудь такое неоднозначное, понятно только мне и человеку, писавшему, вот какое-нибудь такое, как в тефоретнике в свое время я пост оставила с небольшой такой типа рецензионной критикой, ну, немножко такое, не совсем. Не все мне творчество у некоторых, или ей нравится. только, я что-то заметила, вот если, вот Брайан Адамс, я его сегодня слушала как раз с утром, мне что-то в голове крутилось это в любомом, ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, в общем, как-то так. Я забила, думаю, что-то мне так охота ее послушать, раньше кассета, помню, была. Альбом, не помню, какой-то, 95-го, 95-го года альбом, но, как назывался, не помню. Кассеты, соответственно, тоже уже сто лет, я забиваю в этом, в Яндексе, Брайан Адамс, ту ю воман, или как-то так. Причем все на русском, потому что я не помню, как конкретно называется, и как вообще там что поется, но и в итоге мне выдается именно та песня, меня Яндекс понял, я посмотрела клип, разрешение 240 максимальное, значит, этого Брайана Адамса, я помню, что он как-то, ну, не-ня выглядит. Что я заметила, если у человека голос шикарный, у мужика голос вообще шикарный, вот помню, мне какая-то группа очень нравилась, какой-то не Darkwave, ну, что-то такое мрачное, мрачное, они уже сто лет как распались, а на тот момент, когда я про них узнала и стала слушать, а может, они распались, когда я стала гуглить, как они выглядят, ну, в смысле, одна же в каком-то журнале мне попалась их фотка. В общем, лучше не знать, как выглядят певцы, некоторые, не-ня совершенно, а ожидая, что вот такой шикарный голос, а там, в общем, также, мне может очень нравится творчество какого-нибудь человека, но сам человек не интересен вообще никаким местом мне то понравится его творчество. И тут вроде как, ну, Брайан Адамс как раз оказался всё ещё таким, каким он, я не знаю, живой вообще он ещё или нет, ну, не такая у него внешность, как, допустим, красивый голос, вот чисто на меня. ну, и тут вот, может, когда-то я там что-то прокрихтивала, какой-то стих, и вот мне тогда анонимусом написали в тифоретнике своё обиженце. И вообще, я заметила, некоторые люди совершенно вот не меняются, не потому, что, допустим, я вот тут столкнулась с человеком и снова решила как бы общаться, да, именно, что бывают люди, которые циклятся на какой-то одной теме в своём творчестве. Круто, конечно, когда человек вот вроде как местами универс, не универс ни разу, но музыкантом, певец под гитару, певец ротом, да, музыкантом или какой-нибудь поэт-музыкант, и вот он циклятся только на каком-то месте, где он мог бы раскрыться, хотя этих мест до хрена и больше на самом деле. И, в общем, вот до хрена лет проходит, а он всё какой-то такой уже, вот такой уже, какой-то такой же внешний там может до хрена изменился, но вот именно как вот ощущения всё те же. Я всё-таки из-за какое-то самореализационное развитие, без знаете, сколько у вас издательства, точнее, сколько у вас книжек в издательстве было издано в бумаге, скажем так, или не совсем в бумаге. Ну и, в общем, меня, наверное, показательно проигнорили. Хотя я боялась, что, ну, если мне ответят, придутся вдруг общаться. Я раньше сама загонялась и не знала, ну, как мне реагировать, когда мне люди пишут, типа, спасибо, или там кто-то послал какую-нибудь посылку, я думала, что мне надо тупо обязательно с человеком общаться, даже если не знают, на какую тему, что ему писать, или ей, или им, ну, и как-то так. И некоторые люди как бы писали чисто вот спасибо, да, или что-то послали, там обозрела, всё это. Адьё, пока мы тебя смотрим, тебе с нами не обязательно дружить и тому подобное. Некоторые действительно, как бы, я хочу с тобой дружить, я там тебя смотрю, и т.д. Ну, и то, что я продвигала ещё до Ютуба давно, теорию памятника, это когда, допустим, стоит памятник кому-нибудь, вы дарите, приносите этому памятнику, не обязательно вы цветочки, кто-нибудь ему принёс, и памятник как бы ничего не должен, просто стоит, ему как бы принесли, и вот, спасибо, стою дальше. И вот тут так же, я вроде как думала, что просто сказать спасибо за творчество, но моё спасибо не приняли. Ну, ладно, я не буду нарциссом, будем считать, что это случайное стечение обстоятельств, что человек снова стал писать стихи, а моё сообщение просто не увидел, потому что до хрена ему много, кто чего пишет. Ну, и спасибо функции ВКонтакте, есть такая замечательная функция ВКонтакте, когда можно отметить сообщение, которое ещё не прочитанное, но я думаю, и не только не прочитанное, а любое другое, и добавить галочку такую, удалить у всех, и у тебя, и у того, кому-то писал, проверено на людях есть. Моё, скажем так, моё спасибо благополучно кануло в лету, не увиденное тем, кому надо. Ну, и тем, кому не надо, наверное, тоже. я надеюсь, как бы это всё теперь отвалится. И ещё самое интересное, вот вчера у меня было, пришлось сначала, как бы я сказала одному человеку, которому я доверяю, ну, скажу сейчас тут. Озвучит сначала одну мысль, потом другую мысль. Мне тут котик Вениамин, Боренька, и завившийся, в чатике сказал, что у меня в крайнем ролике, в блоге, было очень мало слов, то бишь я больше что-то молчала и делала, не говорила, тут вот ему, если он это осилит, прям рай для его ушей, я тут болтаю дофига. В общем, то, что я хотела сначала вконтактике написать, мне сегодня пришла мысль, когда я гуляла как раз с камерой, в том месте, где два года назад я с телефоном гуляла, и может даже что-то писала, не обязательно на Соньку, может ещё на Кассио. Возможно, всё-таки на Кассио там писала, но помню, что я точно там гуляла просто с телефоном. Даже открыла для себя, что-то там так красиво с телефоном, помню тогда, и помню даже, я тогда переводила ещё, и всё-таки я люблю тебя, Сорибоку, или как тому, который мне дали, я опять глав переводила, когда появился переводчик, то первая манга, которую можно было с меня снять, на выбор, типа, что бы я отдала новую переводчику, заберите, заберите, в общем, сейчас у нас уже другой человек, кто его только не переводил, ну, в общем, не все манги, которые мне нравятся, и там был, видимо, какой-то кривой перевод, редактор как-то, я не знаю, обычно претензия к редактору, идёт, а не к переводчику, редактор как-то не подправил, и я как раз гуляла, и с телефона бегу в отсеке, знаешь, зам Кэппл, меня выяснял, типа, что я там имела в виду, а я даже не помнила, что там было, ну, в общем, то ли перевод, ну, как, фраза от женского лица, то ли от мужского, такая манга, что хрен поймёшь, то ли это мальчик вспоминает, то ли это девочка ему говорит, вообще жуткая манга, фраза, как вот если переводить, жуткая манга, про какого, герой там главный, мудак, тот ещё, и вообще у нас, по-моему, то ли это манга по дораме, то ли дорама сначала была, потом это манга, хрен знает, ну, знаешь, ещё какое-то там видео, я хотела ещё даже глянуть, как там и чё, но, то ли она уже закончилась, то ли она ещё идёт, но мы её всё ещё переводим, наверное, потому что она какая-то, ну, ну, в общем, жуть, и, ну, я, короче, вчера у меня было, 19 лет со дня нашей аварии, я совершенно забыла, я ещё подозревала, что подумала так в начале октября, наверняка забуду, что 8 октября, это то самое 8 октября, Юлька как раз писала, а тут, говорю, ну, идём мы с тюдей, значит, к ферме подходим, что-то там, получилось так, что затронули вас, дорогие подписчики, не каждого, не конкретно кого-то из мыседа, а некоторых конкретно кого-то из вас, не знаю, смотрит ещё или нет этот человек меня, и просто так вот, и что-то так говорили-говорили, ну, и вдруг... Внезапно флешка оказалась переполнена, ну, в общем, продолжу, с чего-то закончила, на тему того, что, в общем, я забыла, что у меня там этот год по нашей аварии, 19 лет назад, я вчера, значит, это помёр в мире эльфов-людей, или типа того, ну, и моя тётя мне так говорит, что, типа, я говорю, так, охреневшая, блин, я совсем забыла, что сегодня восьмое, то самое восьмое, она, там, как раз по времени примерно так вот и было, как оно должно быть, и она мне типа того, что, ну, как бы, так, она вот как раз, звонит мне кто-то, ну, ладно, потом отвечу, а то лучше потом перезвоню, потому что опять провожусь тут, и я вообще ещё, дохрена, смонтировать, я, оказывается, я думала, что отпишу, делала в настройках записи, что пишу на два файла, ну, большой формат и маленький для монтажа, но оказалось, что я только, видимо, думала так сделать, или что-то у меня там не сложилось, надо было изначально, наверное, сразу настраивать, а не выбирать, в общем, хз как получилось, потом уже форматную флешку, и уже сделаю на два файла, потому что всё-таки удобнее монтировать маленький формат, ну и, типа того, что жизнь не устроилась, и поэтому вот как бы не вспоминаешь, и я что-то вот так подумала, ну, сегодня, когда гуляла, как раз, что вот была у меня какая-то неправильная реальность, ну, просто когда, допустим, у человека дохрена всяких проблем, их кто-то гнетёт там физически, так реально, морально ещё как-то, и окружают какие-то обычно люди, которые, ну, как бы пытаются как-то доминировать у человека в окружении, и когда у человека становится всё хорошо, то эти люди, которые пытаются доминировать или что-то делать для себя, вот, ну, у меня много таких друзей как бы было, они сами по себе отваливаются, или же на некоторых из них просто начинаешь смотреть уже как бы другими глазами, понимаешь то, что было, допустим, в неправильной реальности, скажем так, неправильной реальности, я хотела ещё вконтакте это написать, я подумала, блин, кто-нибудь поймёт не так, как надо, начнёт выносить мозги в личных сообщениях, куча будет лайков, от тех, кто вообще ни черта не понял, а кто-нибудь потом, что-нибудь ещё будет докапываться, думаю, лучше скажу в видео, потому что не все, кто ставит лайки, даже не читая вконтакте, смотрят меня на ютубе, ну, и не все, кто понимает не так, как надо, думаю, не будут после просмотра видео, если оселя до конца, ну, если любят моё творчество, то оселя до конца, не будут выносить мозги, не поняв неправильно в личке, короче, если окружает человека неправильная реальность из-за каких-то там событий, или ещё что-то, то вот человек воспринимает некоторых людей не совсем так, как должно неправильно воспринимать людей, а когда реальность наконец-то возвращается на кольких своя, и становится правильной, нормальной реальностью, то эти люди, в общем, просто у меня получилось так, что я поняла, что некоторые люди в моём окружении, которые до сих пор ещё остались, это не те, которые вдруг я решила, что с ними снова надо общаться, а именно те, которые как бы оставались этими друзьями, как бы, они, мне иногда про некоторых людей кажется, что вот мне что-то такое советуют, ещё мне потом нифига не получается, что советуют вот чисто вот так, вот я скажу какую-нибудь гадость, чисто Стёба ради, она это сделает, и ха-ха-ха, что у неё там будет куча проблем, вот так вот, я имею в виду, что есть, если в вашей жизни неправильная реальность случилась, то, конечно, сложно в таком состоянии, в такой реальности, внятно и адекватно воспринимать окружающих, но, когда с вами будет нормальная реальность, то вы поймёте, что вот некоторые люди, хотя может вам повезут, не совсем мы такие, которых хотелось бы в окружении видеть, ну, что-то вот такое, и это по поводу людей из прошлого, скажем так, по поводу того, что я там рискнула здоровьем сказать спасибо за творчество, а меня, скажем так, проигнорили, я надеюсь, что всё-таки меня проигнорили, и на стишок человека побудило что-то иное, не будем нарциссом, но с нарциссизмом заниматься, в общем, сейчас я, пожалуй, буду монтировать ролик, потом, наверное, фоном-то не получится сразу всё вместе монтировать, может быть, всё-таки потайплю, и как-то вот у меня уже, сейчас я гляну, 20 минут, 20 часов, 16 минут, 16 минут 9, грубо говоря, 16 минут 9 вечера, 8 часов вечера, и 16 минут этого 9, 16 минут, 8 часов 16 минут, вот так, даже скажем, я думаю, так вот у меня прошёл слегка сумбурный день, напомню, что было вначале, я встала в ранищу, посолила грибочки, смонтировала ролик, отрубилась, встала снова, сходила, позанималась, сходила, купила себе шмотки, кстати, да, это шмотки же я хотела обозрить, в общем, в таком пакетике, в прошлый раз мне давали пакетик, беленький, с жёлтым солнышком, и было написано, смешные цены, в этот раз смешных цен не было, в общем, я перемирила, двое леггинсов, двое спортивных штанишек, двое джинсов, и двое полуспортивных штанишек, ну, одни какие-то блюжки, другие, типа, как спортивные штанишки, но штанишки все одни, только одни джинсики были такие, типа, тоненькие, просто красивые очень, а одни брючки были просто, как бы, плотные такие брючки, а всё остальное было с начёсом, в общем, одни леггинсы, они что-то дофига дешёвые, учитывая, что там все цены, типа, пополам, и половина той цены, которая есть, одни леггинсы, в итоговой цене, допустим, 240 рублей бы были, но там такая синтетика, хотя они на мне так хорошо были, но я подумала, ну, лучше заплатить 400 рублей за то, где вот там натуральное что-то, и не очень, чем за полную синтетику 200 рублей, в итоге я купила себе леггинсы внезапно с начёсом, и на 1300 с чем-то у меня всё это вышло, и джинсы тёпленькие, вот у меня четвёртые джинсы в итоге, мерила я там такие штанишки спортивного типа, с кармашками, слушайте, я не поняла, я когда у продавца спросила, говорю, у этих штанишек заниженная талия, она говорит, я не знаю, я так поняла, что там тупор продавцы, вот, видишь бы продать, вот, которых там нанимают, они вообще нифига в этих шмотках не понимают, они ещё больше не понимают в шмотках, чем я, когда у сестры заменяла её там на полтора-два часа, первый раз в общем магазине, короче, на них, вот те брючки, которые мне очень нравились, если большой размер, то огромная попа, если маленький размер или мой размер, вот всё так нормально было, они конкретно так на бёдрах были, но садишься, и они с тебя вот так вот вместе, нижняя полушария мозга, эту попу будет очень сильно видно, и так-то бы ничего, если бы они, допустим, просто летние были, а если ты их покупаешь на зиму или на сейчас, вот когда, в принципе, холодно уже, то как-то это садится и спину открывать, если куртка только-только по спину, или чуть-чуть её закрывает, как-то не очень, в общем, леггинсы, вот такие вот, не буду я при вас их мерить, просто леггинсы, с таким вот высоким поясом, тут даже оранжевенькая, золотенькая булавочка, изначальная цена 780, делить она двое, в составе у нас кашемер 90%, и эластан 10%, а где оно сделано, чёрт его знает, три четверти, я сначала думала, что три четверти, но как обычно рука бывает, три четверти, что вот так вот полузакрытая, думаю, неужели там ноги не до конца, смотрю, вроде как это, с другими брюками сравнила, вроде нормально по длине, а потом, значит, померила, они мне, ну, чуть-чуть, в смысле, не совсем длины до пола, но вот, если, допустим, одевать что-то короткое, типа кеды там, или кроссовки, то вот оно будет как раз вот закрывать до конца, до лодыжки, до начала этой стопы, у меня тут слово новое было, сегодня утром, значит, куби шея, оси нога, оси куби лодыжка, то бишь, нога на шее, получается, вот тут как раз, до начала ноги на шее, прям впритык, хорошо прошиты, вроде как серые, мне кажется, они внутри черная волосатая штука, в общем, вот такие, как болягинсы, а это, как бы джинсы, синие джинсы, у меня есть зеленые джинсы, салатового цвета, есть голубые джинсы рваные, со всякими там вышивками, а есть еще джинсы, которые я покупала в планете одежда обуви, отвратный магазин в Угличе, мало того, что как-то не принимают, а в этом, кстати, принимают, не первый раз у них покупаю, у них пижамку покупала, этот халатик покупала, ночнушку покупала, короче, так там еще меряешь джинсы, размер вообще какой-то, не один в один, а хрен знает какие, в этой планете одежда обуви в Угличе, как бы она типа бюджетно считается, но там какое-то дерьмо продают, я эти джинсы купила, тогда одела, все нормально, а потом я их даже еще не успела постирать, вот едешь на велике, мне тяга, что, говорит, ты купила, какие они тебе короткие, а они так забираются, в общем, говняшка там, хотя цены даже, ну, как бы, дороже, чем вот в этом пополаве, в общем, тут такая черненькая махрушка, хорошо прошита, сзади кармашки, да, вот типа они 1880, но это поделите напополам, что будет, тут он еще какая-то, а потом будет их отсобачить, это как бы наклейка, с цеплером присобаченная, с ценой была, тут у нас, теннег, фу, 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 берт, хрен знает, джинс, пуговичка, змеечка, кармашек маленький, еще два кармашка, ну, классические такие карманные джинсы, в общем, они тоже очень даже хорошие, вот так у меня прошел покупка сегодня этих джинсов, в общем, буду я сейчас, наверное, все это монтировать, возможно, займусь тайпом, возможно, уже не займусь тайпом, но вот так у меня прошел мой день, всем, кто осилил, пока! Спасибо за просмотр!